Знаю по себе, что каждый аквариумист в один прекрасный момент задумывается о том, какого пола у него аквариумные обитатели. По разным причинам. Одни хотят попробовать получить потомство, другие просто для того, чтобы придумать имена своим питомцам. В этом видео я постараюсь раскрыть эту тему. Конечно, разобрать всех возможных аквариумных обитателей в одном видео не получится, но самых популярных вы тут точно увидите. И еще, у меня кое-что для вас есть. Прекрасно, понимаю, что через пару дней после просмотра этого видео вы вряд ли что вспомните. Поэтому я подготовил для вас шпаргалку. Скачать ее можно в телеграм-канале ПарАквариумистика. Ссылка на телеграм находится в описании под этим видео. Каждый аквариумный обитатель имеет свои особенности. Именно поэтому признаки по полу у многих рыб неповторимы и их просто нужно запомнить. Но стоит отметить, что в возрасте малька определить пол крайне сложно, а порой просто невозможно, так как рыбка только формируется. Поэтому будем ориентироваться на взрослых особей. Любимец многих аквариумистов это Анциструс. Универсальный сон. Отмечу, что эти рыбки достаточно просто размножаются в домашнем аквариуме. А в возрасте от 12 месяцев пол у этих рыб определить проще простого. Для этого необходимо обратить внимание на голову рыбки. У самцов на верхней челюсти имеются своеобразные усы. Их также называют рожки. У самок они также встречаются, но это бывает крайне редко. В принципе, как и у людей. Иногда встречаются усатые, а иногда и бородатые красотки. Но усы самцов достигают внушительных размеров. У самок, если и появляются усики, то очень маленькие. Самцы, в отличие от самок, часто вступают в стычки между собой. Еще один признак это размер. Самки крупнее самцов, а плавники имеют острую форму. Взрослые самки тернеции крупнее самцов. Если посмотреть на аквариум сверху, визуально отчетливо будет видно, что живот самки имеет округлую форму, в то время как самцы встроенные. Самый простой способ обратить внимание на спиной плавник. У самца он длинный, имеет заостренный кончик. У самки спиной плавник короткий, не имеет острого конца. Как и у тернеции, самки барбусов в суматранске гораздо крупнее самцов и имеют округлое брюшко. Но если говорить про простой способ определения пола, то в период нереста это окрас кончика носа. У самца нос имеет красный пигмент. Самцы гурами всегда ярче самок. На самом деле многие рыбки из семейства лабиринтовых имеют эту особенность. У нас людей обычно девушки красятся, делают яркий маникюр, педикюр. У лабиринтовых, в частности у гурами, все наоборот. Самки более блеклые по сравнению с самцами. Особенно яркими самцы становятся в период нереста. Самцы обычно крупнее самок. Спиной плавник самца высокий, имеет заостренный угол. У самки спиной плавник короткий и округлый. Самый простой способ определить полу золотых рыб, это белые бугорки на жаберных крышках у самцов. Для того, чтобы эти бугорки увидеть, необходимо присмотреться, так как они не крупные, но есть и другие признаки. Самка с икрой имеет непропорциональное брюшко, слегка опухшее анальное отверстие. Меченосцы в плане пола очень необычные, а все потому, что достаточно легко могут менять свой пол при необходимости. Например, если в аквариуме живут только самки, самые бойкие из них становятся самцами. И им для этого даже не нужна операция по смене пола. Гормоны и прочая ерунда популярная в Европе у ЛГБТ-сообществ. Самым ярким признаком для определения пола является хвостовой плавник. У самцов хвостовой плавник имеет своеобразную форму, напоминающую меч. Еще одним явным признаком является гоноподий – орган для спаривания. Самки гуппи не обладают таким ярким окрасом, как самцы. Но самки значительно крупнее самцов. Беременную самку видно по круглому брюшку и красной точке под хвостом. Самый главный признак самца – это гоноподий. Гоноподий – это видоизмененный анальный плавник, половой орган. Обычно имеет вытянутую форму, предназначен для оплодотворения самки. Гоноподий присущ и другим пиццирьевым рыбкам, таким как малинези или пиццилии. У взрослых голубых неонов определить пол достаточно просто. Для этого необходимо внимательно посмотреть на голубую полоску. У самца голубая полоса всегда ровная, а у самки она слегка изогнута. Взрослые самки округлые и крупнее самцов. Есть и другие признаки, о них вы сможете прочитать в памятке. Взрослые скалярии сами разбиваются на пары. Сформированные пары разлучать не следует, так как эти рыбки в большинстве случаев не образуют новых пар. Если этого недостаточно, не беда, определить пол достаточно легко. Посмотрите на лобовую часть головы. У самца лоб имеет так называемый жировой бугорок. Образуется он в лобовой части, этот самый угол. У самки угол отсутствует. Для того, чтобы определить пол коридороса, необходимо посмотреть на спиной плавник. У самцов кончик спинного плавника имеет острый угол, а у самок этот плавник имеет округлую форму. Также взрослые самки имеют округлое брюшко. Кстати, раньше на Руси девушки с округлым, так сказать, брюшком были более популярны, нежели худощавые. Считалось, что худая девушка не сможет родить настоящего богатыря. Наверное, у коридоросов этот закон очень распространен. Один из способов определить пол у красноухих черепах – это коготки. У самцов на передних лапках когти длинные, у самки короткие. Разницу очень хорошо видно, но есть и другие признаки. У самца на голове красные пятна ярче, чем у самок. Пластрон – брюшной щит. У самца ближе к хвосту слегка вогнут. Но чтобы определить по таким тонкостям, понадобится опыт. Для тех, кто впервые познакомился с каналом Пара Кури Мистика, пожалуйста, зайдите в описание канала и ознакомьтесь с его миссией и целью, которую преследует канал. И если миссия и цель вам импонируют, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Как определить пол у крабов, у литокампулярий, аксолотлей и некоторых других рыб вы узнаете из памятки. Напомню, что скачать ее можно в телеграм-канале Пара Кури Мистика. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, как вы определяете пол у аквариумных обитателей. Это будет полезно для аквариумистов. Респект от меня тем, кто поделится этим видео с друзьями. Редактор субтитров А.Семкин